Радио Свобода Радио Свобода Радио Свобода это Московского центра Карнеги, Алексей Малошенко. Ну и, наверное, первый вопрос, Аркадий, вот для вас. Насколько убедительна эта поступающая каждый день новая и новая информация о прибытии российских военных грузов, техники и самих военных в Сирию? Насколько убедительна сама информация о присутствии военных? Да. Я думаю, что, исходя из отсутствия опровержения ясных и четких, как обычно спешили бы в Кремле, в каких-либо других ситуациях, это очевидность, данная нам, что называется, в наблюдениях иностранных агентств и специальных служб. Конечно, и самолеты, и вертолеты, и живая сила, и техника в Латакию, и, я думаю, что некоторые районы, которые, может быть, в Москве отводят в будущем правительство Асада, которое будет находиться в очень жестком, так сказать, как бы окружении и изоляции, и которое нужно будет оборонять, или группировку вокруг Асада, я думаю, что готовится в некотором роде такой плацдарм для спасения Асада в ближайшие времена. Вопрос, доктор Аль-Хамзея. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот сегодня сирийской власти, режиму Башара Асада действительно требуется прямая военная помощь, или он может ограничиться, ну, скажем так, поступлением российского оружия и военные специалисты, советники и так далее? Я думаю, за четыре с половиной года войны в Сирии армия Асада, она развалилась почти полностью, пол Сирии занимает ИГИЛ, четверть Сирии в руках вооруженной оппозиции, исламской, умеренной, разной, и Башар Асад контролирует 18% территории Сирии. И город, маленький город, как Забадане на юго-западе Сирии, уже три месяца, там были 1200 бойцов, не могли взять бойцы Хизбулла, иранцы, из Афганистана, там подразделения шейские и остатки армии Асада. То есть они не могут взять маленький город, хотя у них и самолеты, и танки, и все. И поэтому, я думаю, Иран не способен вместе с Хизбулла спасти Асада. То есть продлить ему жизнь даже не могут. Поэтому тут наступила необходимая срочная военная помощь России, потому что они союзники, в конце концов. А больше некому? Я думаю, некому. Потому что Россия все-таки с начала событий в Сирии, она пошла на стратегический союз и поддержку, и защиту Асада. И они не могли отказаться, они могут назад. То есть надо вперед. Поэтому Россия только способна на это, поскольку она имеет ряд преимуществ, конечно. Это держава имеет весь международный, и она противостоит Западу. То есть это не Иран. Иран вот в данный момент, между прочим, она не способна ничего делать, пока договор по ядерной программе не будет подтвержден Конгрессом США. То есть они сидят сейчас, почти молчат, ждут. Хорошо. У нас подключился Георгий Ильич Мирский, известный российский востоковед, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Георгий Ильич, вопрос вам, собственно. Вот как вы сейчас оцениваете обстановку в Сирии? Действительно дошло, вот как наш говорит гость и представитель сирийской общины, действительно до развала режима господина Асада? До полного развала еще не дошло. Дело в том, что он воюет не столько с ИГИЛом, сколько с умеренной оппозицией, вот, свободной сирийской армией и другими формированиями. Они не слишком сильны, потому что в отличие от ИГИЛа, который захватил все-таки в прошлом году в Ираке современное американское оружие, у них особого оружия нет. У него оружия гораздо больше. Поэтому я не думаю, что режим накануне краха. Но ясно, что он значительно слабее, чем был раньше. Асад может опираться только на элитные алавитские формирования. Алавиты будут бороться до конца, они понимают, что их иначе истребят всех. А также на Хизбаллу из Ливана. Вот и все. Но этого недостаточно. И поэтому, видимо, в Москве было решено, для того, чтобы гарантировать неприступность хотя бы вот той территории, которая удерживает в своих руках Асу, дать им новое оружие, может быть, создать там базы, и обеспечить им возможность, если не наступление на те территории, которые захвачены врагами, и не возвращение контроля над всей Сирией, это уже не будет. Асад никогда не будет хозяином всей Сирии. Но, по крайней мере, удержать Дамаск, Хонс, Хаму и Латаки, вот эти вот районы. Вот. Для этого Путин, конечно, послал туда достаточное количество материалов и военных. Но это не значит, что он собирается воевать там. Ни в коем случае. Я вот последние дни специально разговаривал с разными людьми здесь в Москве. С таксистами там и прочим. Ни один человек ни слова не сказал в пользу того, чтобы воевать. Наоборот, понимаете, у людей настроение какое. Ну, Донбасс, там другое дело. Там вроде бы русское население там. А здесь посылать наших ребят умирать за то, чтобы помогать одним арабам, убивать других арабов. Это никто в России этого не одобрит. Этого не будет. Ну, это вы как-то так провиденциально сказали. Хотя одобрят, не одобрят, а спрашивать, скорее всего, не будут. Или все-таки будут? Давайте спросим депутата Александра Романовича. А вы как считаете, есть серьезные риски масштабной российской военной операции в Сирии? Начну с того, что Россия никогда не делала тайны из-за военного присутствия в Сирии, на Ближнем Востоке. Мы, когда мы говорим о военном присутствии, это присутствие, может быть, военных специалистов, это может быть присутствие военных советников, что между собой различается. Это может быть присутствие военнослужащих на военно-морских или на других базах, которые существуют на территории иностранного государства в соответствии с теми международными обязательствами, договорами, которые существуют на данный день. Ну, если мы говорим о Сирии, то мы говорим... Я не хотел бы употреблять сейчас распространенный в данном контексте режим, может, там, кровавый режим, ассоцией, да как угодно. Я не сказал так. Я не вас имел в виду, я имел в виду распространенную кальку. Я бы сказал, что это на сегодняшний день единственное законное правительство в республике Сирия, с которым у Российской Федерации существуют соответствующие межнародные договоренности, в соответствии с которыми военнослужащие, вы назвали цифру 1700-1500, человек, она различается, которые находятся на военно-морской базе или это пункт, в свое время назывался это пункт снабжения военно-морского флота, который там существует с 1971 года, и так далее. Я хочу подчеркнуть в данной ситуации, что говорить о военном присутствии советских военных специалистов или российских военных специалистов мы можем, будем говорить, начиная с 1956 года, а участие, будем так, воинского, военного контингента в боевых действиях, мы можем говорить о 73-78 годах, когда по официальной просьбе тогда правительства сирийского руководства были приняты решения на направлении военных контингентов. Вы нас куда-то глубоко погружаете. Я стараюсь, постарался, как бы немножко просветить ситуацию, потому что, когда мы говорим военное вмешательство, это одно, а когда мы имеем в виду работу военных специалистов, которые во всех странах при покупке любого вооружения, покупке, поставке, они сопровождают это вооружение. Дело в том, что это называется военно-техническим сотрудничеством, и я думаю, что не стоит из этого говорить о участии российских военнослужащих в гражданской войне, которая проходит на территории современной Сирии. Я бы это квалифицировал по-другому. Возможно, пока на этого и нет, но давайте мы спросим наших коллег в Иерусалиме. Господин Яков Кедми у нас сейчас на связи. Я хотел бы вас спросить вот об этой встрече Владимира Путина с господином Нетаньяху. с премьер-министром Израиля. Чем обеспокоен сейчас Израиль в связи с ситуацией в Сирии? И может быть понятно, о чем смогли договориться премьер-министр Израиля и президент России? Я отвечу, но хотя бы я хотел уточнить и поправить то, что говорили предыдущие. Пожалуйста. Во-первых, 60% сирийской оппозиции это ИГИЛ и Джабед Нусра это сирийская Аль-Каида. Остальная часть оппозиции делится примерно больше половины. Это разного рода организации мусульманские. Мусульманские братья такие или другие. Местные бандиты. Потому что в каждом городе есть чисто бандитские уголовные банды. И небольшая часть того, что называется гражданская оппозиция и нерелигиозная. Из них аж 50 бойцов, подготовленных Соединенными Штатами за полмиллиарда долларов. В отношении географии да, Асад владеет около 20% территории. Но на этой территории 80% населения Сирии. Сирийская армия каждый год проводит набор. Нет так, как было раньше. Но более 60% призывников идут в армию. Так что о развале Сирии, о развале армии я бы сказал говорить еще прежде в Риме. Основная военная сила оппозиции это Джабет-Мусра, то есть Аль-Каида и ИГИЛ. Поскольку Соединенные Штаты и Австралия, и Великобритания, и Дания участвуют в бомбардировках ИГИЛа на территории Ирака, я не думаю, что для России будет большая принципиальная проблема начать бомбардировки ИГИЛа и Джабет-Мусра над территорией Сирии. Тем самым Россия сделает невозможным ни для американцев, ни для их союзников участвовать в бомбардировке Сирии, сирийской территории, без согласия сирийского правительства. А с другой стороны, те, кто говорят об участии России и вообще о ее присутствии в Сирии, есть две причины. Одна причина это строительство основной базы военно-морского флота России, в том числе восстановить то, что была пятая эскадра Средизаборского флота, которая к 2020 году должна быть в состоянии противостоять 6-му флоту Соединенных Штатов. У России нет баз на Средиземном море и Тартус, и в какой-то мере Латакея, и будут этим базами. То, что для обслуживания строительства этих баз и прибыли основные технические специалисты и для охраны этих баз. Другое дело, что будет военно-воздушная составляющая и боевые вертолеты и боевые самолеты. То, что было написано Су-30 это самолеты больше для американского флота, они не для сирийской оппозиции. А вот Су-24 как раз Су-25 это как раз для атак оппозиции, для этой старой самолеты, для штурмовки. Плюс вертолеты, которые прибыли это Ми-24. Они могут дать воздушную поддержку силам Асада. Точно так же как американцы дают воздушную поддержку иракской армии. Только там на территории Ирака, а здесь будет на территории Сирии. И тогда может быть разделение труда. Российская авиация будет бомбить Джабет-Нусра, то есть Аль-Каиду и ИГИЛ. Сирийская авиация будет бомбить другую оппозицию. Воевать на суше российская армия не готова, у нее нет таких сил и нет таких намерений, это излишне. Воевать на суше будет сирийская армия, воевать на суше будет Хизбалла, и возможно прибудут контингенты стражей революции из Ирана, потому что Хизбалла это также иранское участие. Так что я бы не торопился похоронить режим Асада. Какой режим будет в Сирии, будет ли Асад или другой, это неизвестно. Но основная цель России, если говорить о Сирии, а не о шестом флоте, это то, чтобы не произошел коллапс власти и не вошли в этот вакуум, так же, как было в Ливии, ИГИЛ или НК, А вы, я так понимаю, в общем, позитивно к этому ко всему относитесь? Я имею ввиду к позиции России, вы достаточно я чувствую позитивно относитесь... Я не говорю, что это позитивно или нет, я говорю, на чем она основывается, какие ее стены. То есть, так Россия считает и таковые ее цели. Позитивно или нет, я не сказал, хорошо или это плохо. Россия считает, что это хорошо для нее. А что считают в Израиле? Визит нашего... Мы, Израиль заинтересован, чтобы в Сирии была устойчивая власть. Израиль не заинтересован в том, чтобы не ИГИЛ и не ИРК, да не пришли к власти в Сирии и чтобы у нас была Ливия под боком, так же, как и чтобы было то же самое, что происходит в Ираке. С другой стороны, то, что приехал наш премьер-министр, там были два основных направления. Первое, то оружие, которое Россия поставляет и будет поставлять в Сирии, чтобы определенные элементы этого оружия не попали в Хезбалла, а в руки Хезбалла. Мы в этом не заинтересованы. Второе, чтобы Россия повлияла и на Иран, и на Сирию, чтобы иранцы и Хезбалла не активно действовали на нашей границе, иначе мы будем вынуждены применить силу против них, как это было раньше. Третье, если нам понадобится применить силу против Хезбаллы или против иранцев на нашей границе, чтобы создать системы координации с российскими военно-воздушными силами, чтобы не наткнулись одно на другую. Это три основные темы, они были подняты, я думаю, что они так или иначе были решены, по крайней мере, вопросы координации были разрешены. Спасибо большое, давайте мы продолжим тогда разговор. Я хотел бы спросить господина Аль-Хамзу, ну, во-первых, согласны ли вы с такими оценками соотношения сил в оппозиции, я так понимаю, что наш гость из Израиля ну, как-то так драматизирует, во-первых, и, в общем, наверное, у вас какой-то другой взгляд, да? Да, я хочу сказать, что Израиль с самого начала поддерживала Башара Асада. И 40 лет режим Башара Асада охраняет границы Израиля. Это надо сказать правду. Израиль никогда не встанет против Башара Асада. И вот последние события, хочу сразу сказать, что ввод российских вооруженных там и армии, и технику, военную технику, танки, БТР, и самолеты, военные самолеты, и вертолеты, и военнослужащие, это, я думаю, идет в полном согласии, координации с Израилем. И не только с Израилем, но с США тоже. Явное дело, что тут есть зеленый свет со стороны Америки, чтобы ввести эти войска. Тут есть другие цели от всего этого, о которых можно говорить. Я просто хотел бы уточнить, есть ли риски, есть ли риски того, что российское оружие будет применено не против ИГИЛ, а против, например, светской оппозиции? Я думаю, все можно. Со стороны российских вооруженных сил можно ожидать все, потому что основная цель защитить Осада. И все, кто воюет с Осадом, могут с ними столкнуться российские войска. И это будет очень печально, потому что если они только хотят защитить берег моря, где там Алавити, это еще полубеды. Но если они сейчас продвигаются в сторону Хама, город Хама, это уже известно, а там уже непосредственно пойдут столкновения именно с умеренной оппозицией, а не с ИГИЛом, не с радикальной оппозицией. Аркадий, вот у вас есть опыт освещения разнообразных конфликтов с участием российской армии и разнообразных повстанцев. Вот то, что сказал господин Кедми, риск попадания российского оружия в руки ну, скажем так, сил нелояльных России, или нелояльных например, в данном случае Израилю, или просто террористов нелояльных к современному мироустройству. Существует или нет? Да, есть самые последние примеры, я просто не хочу уходить далеко в сторону, но если мы вспомним, то с какой настойчивостью таджикское руководство упрекает Россию в том, что оно не очень быстро и эффективно поставляет российскую военную помощь и снаряжение в Таджикистан, то мы должны понимать, что это делается в том числе и потому, что это оружие может очень быстро попасть маджахедом афганским, который сегодня является уже может быть и частью ИГИЛа тоже, да, ну и всем тем, кто в общем готов дестабилизировать регион Центральной Азии, который, конечно, будет беспокоить Россию, так, это правда, это так. Но я, если хотите, если не возражать, я вернусь очень быстро к Ближнему Востоку, к Сирии. Я просто хочу напомнить одну вещь, она меня не может не волновать, как и думаю многих, что впереди с этим началом. Пять месяцев назад прямая линия Владимира Владимировича Путина на вопрос, угрожают ли ИГИЛ России, что сказал наш президент, он сказал, нет, ИГИЛ не угрожает России. Ну да, Акадыров пообещал его разгромить, по-моему, если что случится. мало ли там кто. О, это серьезный человек. Министр обороны, я так сказать, помню российский Павел Грачев обещал за два часа разбомбить, да, повстанцев в Чечне. Я хочу сказать, что изменилось за пять месяцев, что вдруг поменялось рисунок, поменялся рисунок, так сказать, картины вокруг Сирии, и Россия активно начинает выступать против ИГИЛ. То есть, я бы сказал, не так, она активно заявляет о том, что она готова воевать или противостоять ИГИЛ. На мой взгляд, ничего не изменилось, и ИГИЛ здесь, в общем, некоторым образом прикрытие пропагандистское для возвращения России в качестве великой державы на Ближний Восток, и она, де-факто, уже вернулась. Она, де-факто, вернулась, и я тут, конечно, не могу не согласиться с Яковом Кедми, просто мы еще должны помнить, что господин Кедми один из бывших руководителей спецслужб Израиля, поэтому, если он это говорит, то он, в общем, наверное, знает чуть больше, чем мы, простые обозреватели, и он действительно знает, что устойчивость сирийской власти, она в интересах Израиля. Но что в интересах России, как, ну, не знаю, как страны, которая имеет опыт очень тяжелого драматического очень тяжелого драматического участия в конфликтах за пределами страны. Когда мы декларировали одно, а получали другое. Когда мы декларировали в Афганистане поддержку идеологически близкого нам режима, но возбудили нескончаемую герилию, которая уже почти 40 лет идет, да, есть ли гарантия того, что этот опыт учтен и в Афганистане, извините, оговорки характерные, в Сирии мы сможем избежать... После Афганистана, да, в Сирии. Да, в Сирии мы сможем избежать этого втягивания, реального втягивания в противостояние, правильно, как сказал профессор Мирский, между шиитами и суннитами, между одними арабами и другими арабами, между иранцами и арабами и так далее. На мой взгляд, такой гарантии у нас нету, и это меня больше всего беспокоит. Я к господину Мирскому тогда обращусь. Еще я бы хотел об одной силе вас спросить о Курдах, о Курдистане, Собственно, а какую роль сможет сыграть вот этот вот почти де-факто независимый Курдистан на территории Ирака, и вообще не может ли возникнуть ситуация, когда появится реально курдское государство вот на этих территориях, в частности, для того, чтобы был серьезный противовес вот этому ИГИЛ. Я думаю, что сирийские курды сейчас заняты борьбой за создание такого не в полном смысле слова государства, но квази-государства, как то, которое существует в Иракском Курдистане. Иракский Курдистан не собирается пока в то отделяции произглашать свою полную независимость, сирийские курды тоже не в этом заинтересованы, но создать фактически самостоятельную территорию, тем более, что им предстоит бороться и против правительства Асады, которое, если оно одержит какие-то успехи в борьбе, конечно, будет претеновать на то, чтобы контролировать всю Сирию, включая курдские районы, но также, и что сейчас гораздо важнее для курдов, против турок. Одно ясно, курды не выйдут за пределы своей территории, ни в Ираке, ни в Сирии. Думать о том, что они, освободив свои земли от врагов, будут идти дальше и действовать в интересах каких-то других сил, совершенно нелепо. Поэтому я хочу сказать, что вот тот новый план, который вроде бы должен провозгласить президент Путин в Нью-Йорке, о котором много пишут, план создания новой коалиции, более эффективный вроде бы, чем та, которую создали американцы год назад, и в которой должны входить, судя по тому, что пишут, Сирия, Курды, Иран и арабские страны, окружающие ИГИР. Я думаю, что тут ничего нового нет, это те же самые силы, которые уже участвуют. Что значит Сирия? Когда у нас в Москве говорят наши руководители Сирии, они имеют в виду именно режим и армию Башара-Сада, а он уже воюет из последних сил, но воюет против всех, кто с кем только может. Курды, я сказал, Курды будут отставить свою территорию, они и так воюют. Иран воевать в Сирии не может, он не имеет границ, может по воздуху перебросить, конечно, какие-то части туда. Но в Ирак ему вход запрещен, если учесть отношения более чем тысячелетней между арабами и перстами. Иран и иракскую войну, появление перститского солдата на иракской земле вызовет возмущение и суннитов, и шиитов. И, наконец, арабские страны, которые якобы по этому плану тоже должны действовать, они и так действуют, но с воздуха. И Сауровская авиация там участвует, и другие, и Орданская, но не посылают сухопутные войска. Еще год тому назад, я помню, я писал в Независимой Галине, бомбить каждый может, а вот кто послет танки и пехоты? Год прошел, никто не посылает. Почему? Да потому, что эти страны окружающие, ИГИЛ, это тоже суннитские страны, понимаете? И поэтому посылать войска для того, чтобы на суннитской территории, скажем, в Ираке, там сейчас идет война, на суннитской территории севера Багдада, посылать войска Саудовской Аравии или Орданские войска, или какие-то другие, где гарантия, что они будут с энтузиазмом воевать против своих единоверцев? А вот российские войска не смогут воевать с энтузиазмом, контрактники, им же все равно? Нет, нет, нет. Российские войска, если они столкнутся с этими фанатиками, беспощадными, бесстрашными, для которых величайшее счастье умереть за веру, опытами, навоевавшимися уже, понимаете, и в Сирии, имеющими боевый опыт, российская армия, конечно, сможет воевать, но будет нести серьезные потери. Можно себе представить в городах вот этих, то, что было в городе Кабаны, скажем, в прошлом году, или в Текрисе и прочее. Это будут большие потери. Я думаю, что Путин ни за что не пойдет на такой авантюру, учитывая настроение здесь. Конечно, правильно, никто не будет спрашивать население, но чувствовать настроение населения обязательно нужно. Понимаете? Это взвязываться в авантюру, это Путин не будет. Тогда возникает вопрос, для чего он все это затеял. А тут мы должны выйти за пределы Сирии, чтобы понять это. Идет холодная война, новая. Идет конфронтация. Правила этой войны диктуют необходимость нащупать слабое место у противника и бить туда. Слабое место Барак Обама сейчас именно здесь. Он ушел из Ирака. Он ничего не смог сделать в Сирии. Его клюют каждый день буквально его враги республиканцы в Конгрессе. Именно за Сирию, именно за Ближний Восток. Он попал в ловушку здесь. И Путин это прекрасно понял и ударил. И вот он сейчас, вовсе не собираясь начинать войну, но укрепляя режим Башар Ассада, ставит Обаму перед очень серьезной проблемой. Как быть? Вы понимаете, Обама не хочет войти в историю как президент, который своими руками отдал Сирию в руки исламистов, этих головорезов, заклятых врагов Америки и Израиля. В этом смысле Башар Ассад меньшее зло. Но с другой стороны, Барак Обама не хотел бы войти в историю как президент, который позволил Путину после Крыма, после Донбасса, еще создать военный плацдарм на Ближнем Востоке. Вот в чем дилемма Барака Обамы. И Путин это прекрасно понимает. Он в вывешенном положении. Ну, вы знаете, раз уж прозвучали Донбасс и Крым и Украина, я тогда уточню. И по этому вопросу мы все-таки пройдемся. Есть просто версия, что Путин участием российских сил вот в этой новой коалиции как бы предлагает размены. Россия помогает в войне с исламским государством, а за это получает легитимацию своего присутствия в Крыму, аннексии Крыма, но и в какой-то степени смягчает там свои агрессивные действия на территории Украины в Донбассе. Абсолютная утопия. Ничего этого не будет. Ни в коем случае. Арак Обама не может пойти на такой шаг, потому что сейчас настолько сильна антипутинская пропаганда в Америке, хотя бы это взять, что уже тут не только и эспубликанцы, но и большая часть американской общественности объявит его не только слабаком, лозером, но и чем-то вроде капитулянта. Именно в тот момент, когда неурегулированы отношения с Америкой, введены санкции. Путин что-то там вроде бы делает там на Украине, взял Крым и все прочее, создает базы здесь, в Сирии, идти ему на свечу, идти на такой обмен. Это политическое самоубийство было бы для Барака Обама. Ни в коем случае он этого не делает. Александр Романович, ну а вы как депутат справедливой России, которая идет в фарватере кремлевской внешней политики, поддержите активное участие России, военное участие в, так сказать, новой коалиции анти-исламистской, которая вот якобы возможно. Конечно, Думу не спрашивают, но Совет Федерации там голосует за посылку войск иногда. Вот. У вас какая будет позиция? Есть в партии мнение? Голос из фарватера тогда, раз уж так пошло. Дело в том, что когда речь идет о возможной коалиции, когда речь идет о возможных предложениях Путина на юбилейной сессии Организации Объемных наций, давайте дождемся, какие предложения будут сделаны. Давайте посмотрим, как будут разворачиваться события. А сейчас мнения у вас нет? Сейчас у меня мнение есть, что я уже о нем говорил, что Россия присутствует своими военными специалистами, присутствует своими войсками. То есть, достаточно, да? И я согласен в данном случае с экспертом из Израиля, который здесь достаточно, я не буду повторять те цифры, на которых он остановился, на тех позициях, которые он высказал, они, на мой взгляд, абсолютно правильны в отношении его оценки возможного участия России и, я подчеркиваю, России, но не российских военнослужащих. И здесь, я думаю, аналогии с Афганистаном проводить некорректно. Ну, возможно, разные мнения. Давайте мы господина Кедми еще спросим, чтобы его долго не задерживать. Как вы считаете, вот, не может ли возникнуть какая-то новая дестабилизация, новый второй фронт, если Россия вмешивается, например, здесь, пытаясь то ли действительно Крым легитимировать, то ли новое свое лицо миру показать. Где-нибудь в Средней Азии в конце концов вот эти вот силы исламского государства, они могут, согласно теории непрямых действий, начать дестабилизацию Средней Азии активную. Если бы не могли, они бы начали. Но в Средней Азии им придется столкнуться не только с Россией, но и с Китаем. Китай и стабилизация Средней Азии волнует не меньше, чем в России и Синьбурге. Особенно учитывая Синьцзиан и Угурский район. Поэтому они просто не могут еще там начать. А в отношении позиций других стран не надо обладать музыкальным слухом, чтобы понять, что сегодня Керри и президент Обама они смирились с присутствием российской армии в Сирии. Они смирились с тем, что с входом российской армии в Сирии и после того, как они освободили Иран от тех оков, которые были, участие Ирана тоже будет, сирийская власть останется. А с Украиной они тоже смирились? А Украина, можно говорить об Украине, но зачем смешивать одно с другим? А все связано? Нет, это не связано. Это связано совершенно в другом месте. Сирийский конфликт совершенно другой, он не имеет ничего общего с Украиной. Сирийский конфликт это больше связан был с Ираном и с противостоянием шиитов и суннидов. Все понятно, хорошо, я слышал, тут были... Но американцы уже, Керри сказал, давайте договариваться о будущем Сирии. И американцы уже пошли на попиту и с прежней позиции. Хорошо, мы готовы вести переговоры с Асадом, если он пойдет на эти переговоры, но мы считаем, что в результате этих переговоров через год, через два его не будет. Это совершенно другая позиция, чем была у Соединенных Штатов до того, как российские войска вошли в Сирию. Ну что, это интересно. Никаких переговоров пока осадовалась. Спасибо. Аркадий, я слышал ваши возражения уже по поводу Китая, вообще Средней Азии, поскольку вы ей занимаетесь. Спасибо. Полагаю, что уповать на вмешательство Китая в случае дестабилизации со стороны исламских экстремистов или ИГИЛ, точнее, ситуация в Центральной Азии была бы очень опрометчива и, извините меня, господин Кедми, наивно. Я думаю, что Китай думает о своей безопасности в масштабе, так сказать, Сен-Дзянь-Угурско-автономного региона, не связывая его с остальным регионом прямо, так же, как Израиль думает о безопасности Израиля, не связывая ситуацию в Украине. Понимаете, это, в общем, достаточно прагматично, выверенная и очень понятная позиция. А что касается, в принципе, возможности дестабилизации как асимметричного ответа в Центральной Азии со стороны ИГИЛ, я думаю, что это, в общем, масштабно невероятно, для этого должны быть определенные предпосылки и готовность преодолеть, в общем, сопротивление ответного, так сказать, удара. Хотя, хотя есть такого рода угрозы. Я еще вот, что хотел только сказать, что, в общем, не может, на мой взгляд, не беспокоить меня или тех, кто со мной согласен. Вот ведь в чем дело. Все говорят, да, 28-30 самолетов, вертолеты, 2000 живой силы, а Москва не опровергает, но и не подтверждает. Вот этот рисунок развития российского военного присутствия в Сирии, уповая на то, что говорил уважаемый депутат Госдумы, на то, что у нас там издавна есть базы, и что мы имеем право в соответствии с договоренностями и так далее, наращивать там свои силы, очень напоминает рисунок развития крымской ситуации. Очень. Понимаете, да? То есть мы... Вежливые человечки. Вежливые человечки. Мы не подтверждали, не опровергали. Мы говорили о том, что, в общем, у нас там есть 25 тысяч по договору присутствия, мы только наращиваем до этого потолка, а потом началось то, что началось, да? Простите, еще одна гибридная война. Тогда вы мне скажите, что началось в Крыму. Аннексия. Ну, не надо нас за дураков-то считать. Нет, нет, ну... Ну, давайте будем реально говорить. Коллеги, давайте меня за дурака не считать, да? Да мы же знаем, как это все сделано было. Ну, как вы знаете? Спецназ, захват парламента, демонстранты из военизированных организаций. Все знаем. Переворот Крыму. Я не согласен. Я не согласен. Конечно, вы не согласны. Я могу иметь свою точку зрения, правильно ведь, да? Конечно. Да, я вам ее высказываю, потому что, когда речь заходит о том, что мы сравниваем сейчас Крым с Сирией, это абсолютно... Я говорю, рисунок... Нет, 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 рисунок... А где-то рисунок с Афганистаном похож. Сначала советники, потом техника, а потом еще что-нибудь. Скажите, почему? Ответьте на вопрос. Почему? Почему российская власть не подтверждает присутствие российской военной? Коллеги, вы хотите про Афганистан говорить? Давайте про Афганистан. Я хочу. Кто был сначала советниками там и в помощь кому были войны? А кто дворец-то Амина штурмовал? Сейчас, подождите. Абданцы, что ли? А кто его защищал? Вы знаете, что там были и с той стороны, и с другой стороны, были советские люди? Ну да, пожертвовали людьми, да. Минуточку. Если мы сейчас будем говорить о военно-техническом сотрудничестве... Давайте вернемся в Сирию. Давайте вернемся в Сирию. Давайте вернемся в Сирию. Причем здесь Крым? Вы говорите... Я говорю о том, что мы не подтверждали. Ну такое мнение у Аркадия Дубнова. Мы не подтверждали. А у вас другое мнение? А у меня другое, да. Давайте мы представители все-таки Сирии спросим. Я все-таки не перебивал, понимаете, да? Аркадий, если можно, закончите тогда. Я очень быстро закончу. Я просто хочу спросить, если все развивается так, очень справедливо в наших интересах, в интересах нашего союзника в регионе Израиля, почему нам откровенно не выложить свое целеполагание увеличения нашего военного присутствия в Сирии? Почему мы молчим? До выступления Путина в ООН только, да? Тогда уже все будет подготовлено. Наши партнеры, как мы говорим саркастическим по отношению к американцам, сначала заявляют, а потом посылают. Я к господину Хамза хочу обратиться. Все-таки, вот, как вам видится ситуация, я сейчас смотрю на мониторы, вижу, палестинский лидер Махмуд Аббас назвал настоящий момент подходящим для политического разрешения кризиса в Сирии. Вот, действительно, может быть, уже режим Асада, как вы сказали, истощен, оппозиция взять власть светская не может, есть какие-то мусульманские группировки, которые готовы к диалогу, и, в конце концов, может быть, великие державы способны консолидировать как-то ту разумную часть сирийского общества, которая может противостоять экстремистам и террористам. Дело в том, что основная причина событий в Сирии это не ИГИЛ и не экстремисты. Год, целый год, было в Сирии одни мирные протесты и вступления против режима. Чисто мирные. И в то же время режим и власти, и спецслужбы стреляли в людей. Абсолютно камни в руках протестующие не брали. Камни даже. Но почему-то, вот я сейчас хочу это сказать, почему-то Россия не вмешалась в то время и помогла разрешить вопрос, и почему Америка не вмешалась и в международные сообщества. К сожалению, они наблюдали, как появлялись экстремисты. Почему появляются экстремисты? Потому что жестокость власти против народа. Это одна причина. Вторая причина, это молчание международного сообщества. Наблюдает, как убивают людей. Вы понимаете, вот эти взрывные бочки Башар Асад бросает в мирные квартали уже три года. И каждый день сотни погибают. И там и дети, которые стоят за хлебом. Ну и беженцы теперь в Европе огромное количество. Вот больше 4 миллиона в Европу внутри Сирии, больше 7 миллионов. Поэтому вот коллега Израиля говорит, что 80% населения где поддерживает Асада. Ну и что? Ну они не за Асада. Они сбежали от войны. А потому что в освобожденных территориях Башар Асад бомбит их. Они убегают там, где меньше бомбежки. Поэтому, я думаю, насчет политического решения. Мы признаем, что сейчас Сирия, судьба Сирии в руках международных сил и региональных сил. К сожалению, не в руках сирийцев. Но сирийский народ, он еще жив, он еще не умер. Если бы они могли, международные силы, которые лояльны Асаду или которые не против Асада, если бы они могли осуществить или навязывать какое-то решение, они бы это сделали давно. Но они не могут. И, видимо, есть какие-то стратегические, геополитические планы большие. Откуда появился ИГИЛ? ИГИЛ это план, проект большой. Это касается не только Сирии и Ирака. Это какие-то международные силы поддерживают, создали ИГИЛ, как создали в свое время Аль-Каида, чтобы навязывать какие-то решения и карты для региона. Поэтому большой негативный фактор это военные российские присутствия в Сирии, потому что осложняют политические решения. Это одно. Второе, сейчас наталкивает очень многих молодых идти в ИГИЛ, на стороне ИГИЛа, потому что российские все-таки это иностранные вмешательства. Но Хизбалла тоже иностранная, правда? Да, и против Хизбалла, и против Ирана, но тут еще прибавилось еще и российские. Это все союзники Башара Асада. И зачем все это держатся за таким кровавым преступником? Сирийцы не понимают, какой смысл навязывать и заставлять сирийцев смириться с таким преступником. Это невозможно. Как бы ни делали, как бы ни вмещались, не могут заставить сирийцев принять схему, о которой они думают. Я понимаю, просто возможно, какие-то политики считают так. Вот смотрите, помогли повстанцам избавиться в Ливии от диктатора Каддафи, и в значительной части этой страны стало еще хуже. Давайте мы не будем вмешиваться. Вот может быть такая логика? Нет, ну, понимаете, мы уверены в большинстве сирийской оппозиции, что США, администрация США, Барак Обама не хочет решить вопрос. То есть некоторые думают, что он... Нет, не то, что виноват. В Украине виноват Обама. Он наблюдает, он наблюдает, поэтому Россия взяла инициативу, а Россия поддерживает осаду. И вот такая... То есть будет еще хуже, вы считаете? Будет хуже, конечно, от военного... Наоборот, надо было заставить осада уйти и создать временные национальный такой орган власти, как Женев-1. Так Женев-1, это согласились международные силы, члены Совета Безопасности, приняли коммуникает Женев-1. Давайте реализуем Женев-1, создать временный орган власти с полными полномочиями. Мы согласны на это. И тогда не будет проблем. Весь народ тогда объединится против терроризма. Хорошо, давайте мы Георгия Мирского тогда спросим с его мудростью и долгим опытом изучения Востока. Вот, собственно, опять же, этот момент, подходящий для разрешения кризиса. Что при этом понимают? Ну вот, представитель Палестины, Владимир Путин, который с ним считается, сейчас и будет встретился, сейчас еще будет встреча с президентом Турции. Может быть, действительно, какие-то инициативы на наших глазах реализуются? Может быть, это Женева один пойдет в дело? Вы знаете, эти инициативы, я глубоко убежден, ровным счетом ни к чему не приведут. Почему они проводятся, эти инициативы? Просто-напросто вот смотрите, в центре земного шара на Ближнем Востоке погибают две страны, захлебываются в крови Сирии и Ирак. А что делают великие державы? Они объявляют ИГИЛ-террористической организации. И все. Это же неприлично, понимаете? А вы хотите, что надо там нефть перекрыть по ставке, которую продают игиевцы? Не только в этом. Я говорю, что нужно что-то делать, но делать нечего. Я всегда говорю, если получается так, что ничего не поделаешь, что остается делать? Делать вид. Вот все делают вид, что они заняты, хлопочут, собирают какие-то коалиции, конференции, какие-то выдвигают планы и так далее. Ничего не получится. Вот почему. Вроде бы разумный план, действительно, чтобы Ассад ушел со своего поста, чтобы пригласить, как у нас говорят, здоровую часть оппозиции туда, создать коалиционное правительство. Это надо было делать ровно три года тому назад. Но все провалилось тогда. Тогда еще не было ИГИЛа там. Тогда еще не было жабра там нутра. Тогда действительно можно было нормальных, здоровых, склонных к компромиссу людей и со стороны Башара Ассада привлечь, устранив его, конечно, с ним ничего не получилось бы и тогда, и со стороны оппозиции. Тогда можно было. Но поскольку каждый смотрит в свою сторону, каждый хотел использовать эту кровавую драму сирийского народа, чтобы свои позиции как-то улучшить и укрепить в международном плане, все рухнуло. Думали не столько о Сирии и о судьбе несчастного сирийского народа, сколько о том, чтобы набрать очки на международной арене, в дипломатии. Все рухнуло. Сейчас никакого дипломатического решения быть не может. Если бы даже сейчас какие-то группировки оппозиции умеренной смогли договориться в Москве, допустим, договориться с Путиным, все. Но тут встает вопрос, как же быть все-таки с Башаром Асадом? Если бы даже он сам решил уйти, допустим, предположим, что ему все это надоело, и он, думая о том, чтобы спасти свой народ, решает уйти и уехать. Кому-нибудь из своих соратников уступить это место, так его не пустит его же аравийское окружение, потому что алавиты испугались бы тогда, он для них стал уже символом. Они его, может быть, и не любят-то особенно, но он символ. Если его снять, начнет рушиться все, понимаете, одно за другим, и дело кончится тем, многие из них считаются за алавитов, что вся система рушится, вот эта власть, которая в течение многих десятилетий была, эта система, которая обеспечивала привилегированное положение алавитов в этой стране по преимуществу сунистской, это все рухнет, и тогда будет то, что в Ираке последние станут первыми, те, кто был наверху, станут внизу, но тут еще хуже будет, потому что придет ИГИЛ, и вы можете представить, что будет, если ИГИЛ возьмет Кабул и возьмет Дамаск, это будет второй Кабул, между собой начнут воевать ИГИЛ, и жаблотоносы, и другие, они разрушат его окончательно. Так может быть, может быть решение в том, Георгий Ильич, чтобы зафиксировать, ну, вот эти квази-государства, условно говоря, и создать коалицию этих квази-государств, то есть, Алавицкая, то, что контролирует АСАД, то, что контролирует оппозиция, то, что контролируют курды, чтобы хотя бы они между собой перестали воевать. Это начальники могут договориться, дипломаты могут, а те люди, которые воюют четыре года, которые проливали свою кровь и хоронили убитых товарищей, они, неужели, вы думаете, они согласятся вот так вот просто, хорошо, ладно, пусть АСАД останется в Дамаске, и он не хочет уйти, и Путин за него, а еще он останется, за что же они тогда воевали, и что им делать? И смотрите, он до сих пор, АСАД, в своих интервью говорит, они должны сложить оружие, но кто же это будет складывать оружие после стольких лет войны? Понятно, я хочу спросить представителя Государственного дома, господина Романовича, но я вижу, что вы поддерживаете по крайней мере военное присутствие российских сил вот на нынешнем уровне, а в этой логике тогда вы должны поддержать и прием беженцев из Сирии в Россию. Россия вмешалась в сирийский конфликт, активно вмешалась, самолеты там есть, вы готовы тратить деньги российского государственного бюджета на прием сирийских беженцев, как это тратит, например, Европа? А еще, может быть, будут беженцы из Средней Азии, но этого я просто боюсь. Вот просто из Сирии принять так 100 тысяч человек, черкесов, кажется, приняли тысячи две всего пока. Я не хотел бы цепляться за слова, но я все-таки думаю, что... А вы о сути, о сути. О сути, да. Ну как же, суть военное присутствие России в Сирии. Я не согласен с такой постановкой вопроса. потому что военного присутствия... Поставки оружия есть, хорошо. Поставки оружия... Коллеги, ну давайте... Давайте ответим на вопрос. Я отвечаю на вопрос. Вы беженцев готовы признать и принять? Значит, мы принимаем беженцев из конфликтных регионов и будем их принимать. Но вы, когда говорите о цифре 120, вы как считали? 120 тысяч, 200 тысяч, миллион? Вот наш коллега говорит о 4-х миллионах беженцев. Ну, многие бы, наверное, в Россию уже согласились уехать. Вы знаете, давайте не... Если примут. Давайте так. Давайте не будем путать проблемы беженцев для Европы и для России. Разные законодательства в России и в Европе. И когда вы ставите вопрос о том, что готовы мы или не готовы, готовы мы тратить деньги российских, мы готовы тратить, в соответствии с теми законами, которые у нас есть в нашей Российской Федерации. Ответ, который не является ответом. Аркадий, у нас есть достаточно количество беженцев уже из Донбасса, которые Россия принимает. Теперь получится, что придется принимать сирийских беженцев. Ну, логика-то такая. Вы втягиваетесь в войну. Афганцев приняли какое-то количество? Приняли? Знаете, меня здесь недавно занесло... Вопрос не в деньгах, вопрос в моральной ответственности. Наша официальная пропаганда, вот меня занесло тут недавно на Первый канал, чудо многие унес. Так вот, ведущий Петр Толстой в ответ на такого рода вопросы, да, а что будет? Мы готовы принять беженцев? Он говорит, мы уже приняли 2 миллиона украинцев. Все. Завышено в 3 раза. Понимаете? Нет, нет. Речь идет о чем? О том, что мы сегодня себя уравниваем как страна, принимающая беженцев, со странами Европы, когда ему отвечают, ну, извините, мы принимаем беженцев, единоверцев, мы принимаем, так сказать, фактически тот же самый русский народ, за который мы воевали или защищаем в Новороссии. А Европа принимает мусульман, Европа принимает чуждую, так сказать, ей ментальность, да, и это создает те самые проблемы. А мы злорадствуем. Мы злорадствуем тем проблемам, которые созданы сегодня в Европе. Посмотрите, что делает наше телевидение. Первый канал, там, третий канал. Они злорадствуют. Понимаете? Это цивилизованная позитика. Скажите, пожалуйста, это нормально? Мне, Егор, знаешь, пишет, может быть, Путин вправду верит в закат ненавистной Европы из-за наплыва беженцев и хочет стимулировать еще более массовый поток уже из Сирии? Ну, Никита Сергеевич говорил, мы похороним Америку, да, так вот, может быть, мы таким образом похороним Европу? Может быть, кому-то это мечтает? Доктор Гамзай, я хотел спросить, поедут действительно люди вот сейчас от войны в Россию? Знаете, в течение почти трех лет я знаю, что приезжали несколько тысяч человек, сирийцев, в основном это дети и женщины. Некоторые, правда, были обмануты, чтобы через Россию поехать в Европу, и их обманули, и так далее, мошенники. Но я хочу сказать, что отношения к сирийским беженцам в России не очень хорошие, потому что их принимают, обязательно должны платить взятку кому-то. Это факт, полно. И только сирийским беженцам? Ну, я не знаю, которые сбежали, человек у них не имеет такие, во-первых. Во-вторых, им дают убежище на год, и надо продлить, многим не продлевает сейчас. Последний случай был, школа, маленькая школа для сирийских детишек, беженцев, в Подмосковье. Туда ворвались спецслужбы, и, мол, обыскивают там что-то такое связанное с терроризмом. Это просто позор. Ну, вы приняли человек 2000, там, сирийцев. Вы вмешались в Сирию, сейчас великая держава. Так примите, то вы дружественный народ, вот, сирийский народ больше всего в мире любит Россию, любит русский народ. А почему такое отношение? Почему не открывать свои веры для сирийских? Да, расисты просто. В том числе. Можно вопрос? Вот, дело в том, что я избран от Московской области. Не могли бы вы назвать, где это было? Я обязательно в этом случае разберусь. Все, да, я надеюсь, что мы прямо здесь договорились о том, что депутат Романович поможет решить этот вопрос, хотя будет, просто можете проследить. Практическая польза. Такой, просто грустный был. Ну, я понимаю, что это, конечно, безобразная ситуация. Не говоря о том, что нет пособий, нет жилья, нет помощи организовать школу для детей, обучение. Нет, там добровольная девушка, русская, пошла учить детей русский язык. Добровольная. Из гражданского содействия, наверное, да? Да. Ну, вот видите, то есть есть все-таки добрые люди и нормальное поведение. Я бы, знаете, в заключение, коллегия, сказал бы одну фразу, вот, которую, собственно, мне прислал Олег. Он написал, одно только пожелание российским властьимущим, не заметившим афганские грабли, сформировать воинские подразделения для сирийских нужд, то есть детей чиновников, администрации президента, правительства, депутатов разного уровня, региональных князьков и прочего ура-патриотического люда. Не пристало решать дела в основном за спинами детей рабоче-крестьянского происхождения. Всего доброго. До свидания.